Добрый день! Мы с вами продолжаем цикл лекций, в которых мы рассматриваем различные аспекты теории русской письменности. Разрешите вам напомнить, что в предыдущих лекциях мы говорили с вами о тех теоретических принципах, о тех основаниях, на которых строятся правила русской графики и русской орфографии, и вывели все те базовые понятия, без которых невозможно описать в научном смысле, слово описать, теорию русского письма. Сегодня же мы с вами постараемся взглянуть на проблемы русского письма немножечко с другой точки зрения. Посмотрите, пожалуйста, на план нашей сегодняшней лекции. Сначала мы с вами поговорим о общественной потребности в реформировании письма. Общественная потребность в реформировании письма. Далее мы рассматриваем с вами историю реформ письма от Петровского времени до наших дней. История реформ письма от Петровского времени до наших дней. Остановимся подробно на вопросе о проекте реформы письма 1964 года. Проект реформы письма 1964 года. И, наконец, обсудим современные тенденции реформирования письменности. Современные тенденции реформирования письменности. Мы с вами прекрасно понимаем, и мы об этом с вами говорили и на прошлых лекциях, что письмо – это в определенном мере всегда условность. Особенности нашего с вами письма не всегда вытекают впрямую из особенностей языка. Письмо – это всегда результат определенного социального договора. Мы договорились, что мы будем писать так. Можно было бы договориться и писать по-другому. И в силу такой условности письма, как системы фиксации звучащей речи, подойти можно к проблеме письма с такой меркой, как мера соответствия со современным состоянием в какой-то момент исторического развития языка, тем языковым закономерностям, которые параллельно с письмом существуют. И поэтому сегодня мы с вами постараемся взглянуть на наше письмо с совершенно необычного для нас угла зрения. Все мы сталкиваемся с письмом с очень раннего возраста. И обычно воспринимаем особенности нашей письменности, все те правила, которые вкладывает в нас школа в области орфографии, графики, пунктуации. Мы воспринимаем все эти правила как нечто само собой разумеющееся, как нечто стабильное, неподвижное и совершенно не поддающееся влиянию с нашей стороны. Но давайте попробуем сегодня изменить немножко угол зрения и посмотреть на вот этот привычный для нас с вами материал школьных правил. Ну, во-первых, с точки зрения исторической, а как это было раньше, как менялось и почему менялось. А во-вторых, давайте попробуем посмотреть с точки зрения нескептической, а все ли хорошо в современной системе письма. И если не все хорошо, то что можно улучшить и как иметь. Но сначала давайте взглянем назад в историю нашей письменности. На прошлых лекциях, когда мы с вами говорили о графике и говорили об истории современного русского алфавита, то разрешите вам напомнить, мы говорили, что предком современного нашего алфавита являлось кириллическое письмо. Та система письменности, та система алфавитного состава графики, которая возникла в конце IX века на территории, заселяемой славянами. Мы уже не будем сегодня говорить об такой древности, поскольку все то, что было сделано Кириллом и Мефодием и их учениками в глаголице и в кириллице, это мы с вами уже все обсуждали. А теперь мы с вами наметим такие крупные вехи, вехи реформ, вехи изменений по отношению к кириллическому первоначальному состоянию нашей письменно. И такой первой остановкой на этом историческом пути будут для нас петровские времена. Именно во времена Петра I произошла не только первая, а очень серьезная реформа, затронувшая очень многие стороны нашей письменности. Итак, остановимся на том этапе развития письменности, который называют Петровская реформа азбуки. Это самое начало XVIII века, или, если можно сказать даже точнее, это 1708-1710 год. Первое, что сделал Петр в области реформирования письма, он заменил написание букв, которые были у нас со времен кириллицы и глаголицы, новыми начертаниями букв. Эти новые азбуки, новые составы алфавита и новые начертания букв получили название гражданской азбуки. Почему именно так назвали тот алфавит, который был предложен Петром в 1708-1710 годах? Гражданская здесь названа в противовес церковной, потому что кириллическая письменность, она в первую очередь связана была с переводами богослужебных книг. Мы с вами это уже обсуждали. А вот в начале XVIII века письменность и вообще процесс письма становится общественной потребностью не только в связи с переводами из пропаганды религиозных книг, но и с потребностями светского общества. И поэтому название гражданская азбука – это и есть некоторый противовес кириллической азбуке, которую воспринимали как азбуку церковную, связанную с церковными религиозными книгами. Итак, устав – это тот шрифт, который обычно использовался в кириллице, заменяется в петровские времена гражданским письмом. Очень интересен процесс того, как происходила эта замена. Надо сказать, что Петру I было предложено специалистами по типографскому делу целый ряд различных возможностей написания одних и тех же кириллических букв. И Петр I сам своей собственной рукой вычеркивал те написания букв, которые показались ему неподходящими, и оставил те написания, которые вошли в гражданскую азбуку. И, собственно говоря, это те написания, которые мы с вами и до сих пор используем в нашем каждодневном письме. Посмотрите, пожалуйста. Вот есть выдержка из того листа. Всего их было пять листов. Это первый из этих листов, которые были предложены Петру I для выбора буквы в азбуке. Вы видите, что здесь находятся разные. Вот первая буква, буква «аз». Предложены совершенно разные начертания этой буквы. И прописные буквы, и страчные буквы, и печатные буквы, и рукописный вариант буквы. И Петр I сам вычеркивает те написания, которые были связаны с кириллическим суставным письмом. Вот видите, его рукой вычеркнуто сложное, вычурное написание буквы «аз», и такое же достаточно сложное написание рукописной буквы «аз», маленькой прописной. То же самое можно сказать про все остальные буквы. Вот вторая буква «буки». Вычеркнуто, видите, раз, два, три, четыре, пять вариантов. Петру I не понравились, и он их зачеркнул. А осталось всего два варианта, те, которые мы с вами используем и сейчас, почти без изменений. И так далее. Это касалось всех букв «азбуки». Это пять листов, которые Петр I собственноручно подверг такой критическому рассмотру и выборке. После этого в 1708 году Петр I повелел светские книги, а светские книги в то время были в первую очередь, это учебная литература, напечатать, это я цитирую вам из указа Петра I, новоизобретенными русскими литерами. Литерами, значит, буквами. И первая книга, которая в 1708 году была напечатана этим новым гражданским алфавитом, это был учебник по геометрии. Но и очень вскоре были напечатаны этим же шрифтом и остальные, многие другие книги учебные, вообще светские книги. Ну а 29 января 1710 года эта гражданская азбука уже была законодательно принята специальным указом Петра I. И после этого Петр I запретил использовать при печатании светских нерелигиозных книг любые другие шрифты, ну в частности старые кириллические и глаголические шрифты. В чем отличие шрифта, который использовался раньше, от шрифтов гражданской азбуки? В первую очередь это, конечно, простота. Потому что совсем одно дело, когда письмо является уделом немногих, когда специальные люди, писцы, годами и десятилетиями сидят, не спеша выписывают буковку за буковкой. А вы помните, мы с вами уже говорили о том, что в кириллице буквы все должны были писаться строго вертикально, никаких наклонов не разрешалось, углы должны были быть обязательно прямыми, линии все перпендикулярны. Это годится только для немногих. Это для очень медленного темпа письма. А как только письмо становится, в общем-то, бытовой потребностью, и писать начинают не избранные, а все, или по крайней мере очень многие, то, конечно, необходимо упростить само написание букв, чтобы таким образом облегчить людям процесс написания. И вот в гражданском алфавите, это в гражданской азбуке, буквы стали округлыми, более простыми, там исчезли все ненужные украшательские элементы, всякие завитушки ненужные. Шрифт стал ближе, как считается, к латинскому, чем к греческому, поскольку в древнегреческом алфавите написание букв достаточно сложное. В латинском оно гораздо более простое. И существует мнение, что вот замена кириллического алфавита гражданской азбуки, произведенной Петром Первым, была во многом сделана под воздействием латинского алфавита. Но это только первое направление изменений, которые произошли в Петровские времена. Итак, первое – это устав заменен гражданской азбукой. Второе изменение, второе направление изменений, значительно более системно и значительно более глубоко затрагивало суть нашего алфавита. Из алфавита были убраны многие буквы, которые изначально, в общем-то, были уже не нужны. Мы с вами говорили о том, что даже в самый первый момент возникновения кириллицы некоторые буквы обозначили одно и то же самое. Писались по-разному, отчитались одинаково. Как говорят, они были изначально дублетными, дублировали друг друга. И во времена Петра Первого, в этой реформе 1710 года, некоторые такие дублирующие друг друга буквы были убраны. Ну, так, в частности, была убрана буква «Земля» и оставлена буква «Зело». Не буду говорить об этом подробнее, мы обсуждали это на предыдущих лекциях. Была убрана буква «ФЕРТ» и оставлена буква «ФИТА». Были убраны такие буквы, которые пришли к нам из древнегреческого алфавита и, в общем-то, были совершенно излишни для славянского языка. Такие буквы, как «КСИ», «ПСИ», «ОМЕГА», которые, помните, мы обсуждали «О», «МЕГА», «О» длинное, обозначало долгий звук «О», долгую фонему «О» в греческом. И такая буква, как «ИЖИЦА». Но не подумайте, что Петру Первому было так легко убедить общество в необходимости избавиться от этих букв. То есть убедить то общество, может быть, Петр Первый и мог, он умел это делать просто-напросто силой. Но Петру Первому в вопросах изменения русского письма во многом противодействовал церковь, духовенству. И как ни покажется вам странным сейчас, в общем-то, из-за чего копья ломать кажется, но тем не менее даже один только вопрос. А судьба буквы «ИЖИЦА». Значит, в 1710 году Петр Первый убирает из гражданской азбуки «ИЖИЦА». В 1712 году, всего через два года, Петр Первый под очень сильным и агрессивным напором духовенства вносит ИЖИЦА опять в алфавит и опять добавляет, в общем-то, уже совершенно ненужную в то время букву, добавляет ее, и она продолжает писаться в некоторых заимствованных словах, обозначая то же самое, что русская буква «И». В 1735 году, уже после Петра Первого, Академия наук опять своим специальным указом выбрасывает ИЖИЦА из алфавита. Проходит еще несколько десятилетий, и в 1758 году та же самая Академия наук российской опять восстанавливает в алфавите ИЖИЦА. И эта ИЖИЦА существует в алфавите до начала XX века, еще почти 200 лет. Недаром возник у нас с вами фразеологизм, который вы, наверное, слышали, прописать кому-нибудь ИЖИЦУ, то есть какие-то причины, какие-то неприятности, говоря, да уж я пропишу ему ИЖИЦУ. Вот вы видите, это только судьба одной буквы. Оказалось, что даже Петру Первому при всей мощи его власти и при его непререкаемом авторитете в любой области, за которую он брался, не так легко было изменить что-то в нашем письме. И эта сложность реформирования письма, мы с вами сегодня еще не один раз будем о ней говорить, как об очень больной и очень такой тонкой проблеме. Итак, Петр Первый не только заменил, как мы с вами уже сказали, устал гражданской азбукой, но и убрал из алфавита. Некоторые дублетные буквы убрал навсегда, некоторые дублетные буквы убрал на некоторое время. Какие еще изменения произошли в Петровскую реформу письменной? Ну, в первую очередь, те изменения, которые были связаны именно с не светским, а с церковным характером литературы, которая писалась на кириллице. Были отменены графические сокращения слов, обозначающих часто встречающиеся церковные понятия. Надо сказать, что в кириллических памятниках, письменных памятниках, те слова, которые очень часто попадаются в церковных книгах, ну, такие слова, например, как «бог», «человек», «христос» и многие другие, для экономии времени и места писались сокращенно. А чтобы показать, что они сокращены, использовался специальный знак, который назывался «титла». Сейчас я покажу вам. То есть писали, например, «бог», только так вот. А сверху ставили вот такой значок. Вот эта криволоманная линия и есть «титла». Это был сигнал того, что слово записано сокращенно. Это имело смысл, когда в текстах часто повторялись одни и те же слова, и когда эти тексты, церковные книги, читались людьми посвященными. Но как только письменность становится достоянием широких масс людей, сокращения слов становятся очень неудобными, потому что это нужно заранее знать, что имеется в виду под каким сокращением. И в петровские времена все эти сокращения, часто встречающиеся церковных понятий, были удалены из гражданского алфавита. Кроме того, с реформами Петра связано еще одно очень важное для письма новшество. Надо сказать, что в кириллические времена у нас буквы были после введения кириллицы, а цифр не было. И для когда надо было зафиксировать на письме какое-то математическое число, а в летописях это бывает очень часто, ну, например, год, в котором была записана та или иная летопись, то в качестве сигналов передачи числовых значений использовались те же самые буквы кириллицы. Аз обозначил один, буки два, веди три, глаголь четыре. А как узнать, когда имеется в виду аз буква или аз один цифра? А для этого, чтобы показать, что когда вы пишете аз, вы имеете в виду цифру, а не букву, сверху ставилось то же самое титло, о котором мы с вами уже говорили. Значит, если писалось аз и сверху ставилось титло, то значит читать надо было не а, а один. Достаточно сложная, надо сказать, система, потому что, ну, хорошо один, два, три, а когда вам надо записать тысячи, сотни, тут уже вступали очень сложные правила. И поэтому во времена Петра I одним из направлений реформы было то, что числа, обозначавшиеся ранее буквами, над которыми стояли титла, стали обозначаться арабскими цифрами, что приблизило нашу систему письма к мировой системе. И так вместо аз стали писать один, точно так же, как мы с вами пишем и сейчас. Итак, мы с вами видим, что во времена Петра I направления изменений в письменности были какие? Изменились сам шрифт в сторону вращения гражданский алфавит, изменился состав алфавита, ненужные, многие ненужные дублетные буквы были убраны из алфавита, изменились такие вещи, как передача буквами цифр, как сокращение церковных понятий и так далее. Но обратите внимание, все это не меняло систему письма. Ни в коем случае мы не можем сказать, что Петровская реформа предложила некоторую новую систему письма. Нет, это было всего лишь развитием всего того, что уже было в кириллические времена. Это просто новый этап в развитии нашей кириллической письменности. Раскрытие тех, некоторые, ну, так сказать, косметический ремонт некоторых неудачных мест и раскрытие возможностей, которые были заложены еще Кириллом и Мефодием. И кроме того, обратите внимание, Петровская реформа затрагивала только графику, только алфавит, и абсолютно не затрагивала орфографию. Вопрос о проблемах передачи написания тех или иных слов вообще не ставился во времена Петровской реформы. Итак, Петровская реформа, мы можем с вами заключить, это реформирование кириллической графики. И это, давайте подчеркнем для себя эту мысль, потому что это очень принципиальный вопрос. Итак, пойдем с вами дальше. Что произошло после Петра I? Гражданский алфавит, который мы с вами пользуемся до сих пор, абсолютно нерегламентированная орфография. Надо сказать, что до XVIII века вообще, собственно говоря, проблемы орфографии или не стояли вовсе, или не были острыми. По сути дела, никаких установленных правил орфографии не было. Только не завидуйте, пожалуйста, этому. Не думайте, что это так хорошо и удобно для пишущего. Это как раз очень неудобно и для пишущего, и самое главное, для читающего. Люди писали, в общем-то, как Бог на душу положит, в соответствии со своими собственными представлениями. И даже если посмотреть на то, как писал сам Петр I, до нас дошло большое количество писем Петра I, то можно найти случай, когда, скажем, одно и то же слово в разных его текстах, в разных письмах может быть написано, я не преувеличиваю, десятью разными способами. Самые простые слова. Потому что никаких норм, регламентирующих орфографию, выбор орфограммы, не было. И каждый полагался либо на свое представление о том, как надо писать, либо на свою языковую интуицию, чутье. Но оно есть вовсе не у всех, и полагаться на него могут вовсе не все. Полный разнобой в области орфографии. И поэтому по отношению к ситуации XVIII и далее XIX века, по сути дела, не стоит вопрос о том, чтобы улучшить или упростить орфографию. А стоит вопрос о том, чтобы вообще описать орфографическую ситуацию. О том, чтобы привести сложившиеся уже письменные традиции хотя бы к некоторому, пусть кажущемуся, все-таки единообразию. Чтобы не было ситуации, когда один и тот же человек одно и то же слово пишет десятью разными способами. И уже к XVIII веку проблемы орфографии становятся очень острыми. В обществе начинают очень много говорить о том, что нехороша ситуация, когда, собственно говоря, нет никаких правил, специальных правил написания. И многие, скажем, я приведу вам цитату известного поэта XVIII века Сумарокова. Он пишет по этому поводу. Но чем пособить, когда Россия никакого не имеет собрания пекущегося о языке и словесных науках? Ты их в школах ни российскому правописанию, ни грамматики российской не учат. Это удивительно и достойно великого примечания. При этом надо сказать, что к этому времени как раз грамматическая наука достигла определенных высот. И в это время уже было создано достаточно много очень известных учебников по грамматике. Это и грамматика Ломоносова, и грамматика Гречева, и грамматика Буслаева, Востокова и многие другие известные в то время книги и учебники, но при этом ни в одной из этих книг орфография не становилась объектом специального пристального рассмотрения. И поэтому, несомненно, возникла в конце XVIII века общественная потребность в таком осознании проблем орфографии, необходимым в таком историко-теоретическом освещении той практике письма, которая уже сложилась в письме образованных людей. И в это время, это 1873 год, академик Яков Карлович Грот, академик Грот, пишет замечательную книгу под названием «Спорные вопросы правописания от Петра Великого до ныне». И в этой книге Грот впервые попытался внести некоторое регулирование в правила нашего письма, нормировать все то хаотичное и случайное, что было в практике письма. При этом надо сказать, что к этому теоретическому курсу, который я назвала «Спорные вопросы русского правописания», Гротом была составлена такая практическая инструкция, практическое приложение о правилах русского письма. И это приложение, которое так и называлось «Русское правописание», выдержало более 20 изданий. Для того времени это огромное количество переизданий одного и того же, одной и той же книги. И это говорит как раз о насущной потребности в такого рода исследованиях. Но надо сказать, что предложенные Гротом правила и формулировки были чрезвычайно сложными. И разобраться в них было чрезвычайно нелегко. И поэтому надо сказать, что уже к концу XIX века, вот после выхода этой названных мной книг Яков Карловича Грота, становится актуальным уже вопрос не просто описания правил и норм русского письма, как это было до Грота, а вполне актуальным становится вопрос упрощения письма. При этом вопрос это не случайно. Какие слои населения в первую очередь и какие профессиональные группы в первую очередь всегда озабочены проблемами письма? Это, конечно, педагоги. Это учителя. Это тем, кому надо детей по имеющимся правилам учить. И педагогам вовсе не безразлично, насколько просты или сложны, путаны или прозрачны, противоречивы или вполне системны имеющиеся, сложившиеся правила. И поэтому в конце XIX века, в начале XX века возникает очень сильное общественное движение, которое ратует за упрощение русского правописания. Вот всего того, что было собрано и описано Гротом, но уже не просто описать и собрать, а упростить в пользу пишущего. Об этом очень много писали в периодике того времени. Очень много обсуждалось и в Академии наук российской, и на различных собраниях, как в ученых кругах, так и просто различных общественных кругах, и в первую очередь педагогической общественности. И в 1904 году была создана, в то время при Академии наук российской, была создана специальная комиссия, которая так и называлась, комиссия по русскому правописанию. В эту комиссию вошло 55 человек. Среди них были очень известные лингвисты, достаточно сказать, такие имена, как Академик Шахматов, Академик Фортунатов, Академик Соболевский, Академик Корж. И несколько лингвистов, которые хотя и не были академиками по статусу, но тем не менее их имя для нас с вами, для лингвистов, это имя первой величины. В первую очередь Иван Алексеевич Будуэн де Куртуне, который тоже вошел в эту комиссию. Такие известнейшие лингвисты, профессор Брандт, который тоже вошел в эту орфографическую комиссию. Всего, как я уже сказала, 55 человек. Причем замечательно то, что туда вошли не только, и это очень важный момент, туда вошли не только известные лингвисты, именно которых я уже вам назвала только что, но туда вошли и многие методисты, те, которые занимались вопросами преподавания русского языка и, соответственно, русского письма. И вошли некоторые общественные деятели. Так что комиссия эта имела определенный общественный вес, статус и достаточную долю такой уверенности в своих силах. Надо сказать, что как только комиссия приступила к своей деятельности и вникла в суть проблемы, практически единогласно было проголосовано решение о том, что русское письмо нуждается в упрощении, нуждается в улучшении. Но один вопрос это декларировать, а другое дело решить, как именно упрощать русское письмо и самое главное, как провести эти решения в жизни. Надо сказать, что работа этой комиссии столкнулась с очень большими сложностями, не лингвистического, а психологического и общественного характера. В 1912 году был опубликован проект, такой уже окончательный проект, которым были результаты работы этой комиссии. И этот проект назывался «Постановление орфографической подкомиссии». И в этом постановлении были собраны все те предложения об улучшении русского письма, как в области графики, так и в области орфографии. Обратите на это особое внимание. Это уже не реформа Петра Первого. Здесь впервые и впервые стал вопрос о реформе орфографии. Но как только в 1912 году этот проект был опубликован, он подвергся страшной критике в обществе. Общество в разных его слоях было чрезвычайно недовольно, особенно церковные власти восприняли в штыки предлагавшиеся изменения. И восприняли это именно как покушение на историческое наследие, поскольку исторически традиционно русское письмо всегда связывалось с историей русской церкви. И критика, которая была в обществе, не дала возможности провести предлагавшиеся новшества. Ну, а затем началась Первая мировая война, революция, и как бы уже было не до того. А вот после революции в 1917-1918 годах была проведена реформа письма и очень принципиальная, по сути дела, первая серьезная реформа русской орфографии, а не только графики. Вот именно в этой реформе и были задействованы все те предложения или большая часть тех предложений, которые были сформулированы в проекте 1912 года. И созданы вот той замечательной группой из 55 человек, которая работала над проблемами реформирования письма. Итак, давайте теперь подробнее остановимся на этом этапе истории нашей писания. Реформа 1917-1918 года. Во-первых, из алфавита были исключены некоторые буквы, те, которые уж совсем были ненужны. В частности, это буква «ядь». Давайте поговорим с вами подробнее об букве «ядь» и о том, почему так нужно было, так значимо было то, что ее исключили из письма, из алфавита. Дело в том, что когда-то, когда буква «ядь» возникла, и мы с вами об этом говорили уже на предыдущих лекциях, за буквой «ядь» скрывалась фонема не та же самая, что за буквой «е». Посмотрите, если буква «е» обозначала фонему «э», то буква «ядь», вот так она писалась, обозначала, ну, стопроцентно мы с вами этого не знаем, но подавляющее большинство лингвистов склоняется к тому, что буква «ядь» обозначала дифтонг «иэ». То есть там, где писалась буква «е», произносили «э», ну, скажем, слово «верба», а там, где писалась буква «ядь» когда-то, произносили дифтонг «иэ», то есть «вера». Вот писалась «верба», так же, как сейчас, но писалась «вера» через «ядь». И такое различное написание было вполне оправдано, но оно было оправдано в ту эпоху, когда за «ядь» и за «е» скрывались разные фонемы. Затем, с историческим развитием нашего звучащего языка, звукового языка, «ядь» перестал обозначать дифтонг «иэ». Общие нашему литературному русскому языку дифтонги несвойственны. И постепенно сложилась ситуация, когда за буквой «ядь» стала стоять та же самая фонема, что и за буквой «е». А писаться в течение многих веков продолжалось по традиции. Там, где когда-то было «ядь», продолжали писать «ядь». Там, где когда-то было «е», продолжали писать «е». Но только эта традиция уже абсолютно ничем не подкреплялась в нашем произношении. Одно дело, когда произносили «верба» и «вера», тогда было понятно, почему надо писать по-разному. А когда стали произносить так же, как произносим мы с вами сейчас, «верба» и «вера» одинаково, и в слове «верба» фонема «э», и в слове «вера» в произношении «вера» тоже фонема «э», а писать продолжали, основываясь на традиции по-разному, то какой единственный в такой ситуации способ обучения? Вызубрить. Вызубрить наизусть все слова, в которых надо писать «ядь», потому что невозможно было определить на слух, почему, скажем, в слове «колено» писалось «ядь», а в слове «колесо» надо было писать «е». Это можно только выучить списком, выучить наизусть. Никакой языковой логики в таких написаниях уже не было. И поэтому то, что реформа 1917-18 года, буква «ядь» была убрана из алфавита, это надо было сделать на самом деле намного раньше. Но хорошо, что это было сделано все-таки хотя бы в начале 20 века. То же самое можно сказать и про букву «фиту». Мы с вами говорили, что в кириллице оказалось две буквы «ферт» и «фита», которые обозначали абсолютно одно и то же самое, фонему «ф». «Фиту» продолжали по традиции писать в некоторых заимствованиях из древнегреческого языка, особенно в словах, которые частотны были в церковной речи, в словах типа «фимиам», «феодор», в таких древнегреческих огласовках имен. Но реформа 17-18 века «фита» была убрана из алфавита, так же, как и буква «ижица». Дальше было проведено такое очень прогрессивное изменение, как то, что перестали писать твердый знак на конце слов и частей сложных слов, на конце основ сложных слов. Вот, посмотрите, пожалуйста, до 17-го года писали слово «стол», на конце его писали твердый знак «ер». Но ведь этот твердый знак в этом случае уже не нес никакой нагрузки, он не произносился, он не указывал на какие-то дополнительные диакритические значения. Точно так же обратите внимание, как писалось «контур-адмирал». И на конце первой основы «контур» писался твердый знак, и на конце второй основы тоже писался твердый знак. Это уже было анахронизмом и совершенно не было нагружено в системе письменности. Поэтому то, что это было убрано из нашего письма в 17-18 году, это было, несомненно, правильно. Но в связи с этим я хочу рассказать вам одну интересную вещь. Вы наверняка сталкивались с тем, что многие люди, особенно люди старшего возраста, пишут вместо разделительного твердого знака апостроф. То есть, например, слово «подъезд» или «объявление» могут написать так. Вот этот знак мы называем апострофом. Там, где по правилам современного письма надо было бы написать твердый знак на стыке приставки и корня, многие люди пишут апостроф. Откуда взялась такая странная практика письма? Почему здесь пишется апостроф и что он здесь обозначает? А дело в том, что когда реформа 18-18-18-го года была велено не печатать твердый знак на конце слов и частей сложных слов, то очень многие средства массовой информации, газеты, журналы сопротивлялись этому, потому что многие воспринимали эти новшества в письме как новшества, связанные с большевиками, с революцией. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Все эти новшества были созданы и проработаны комиссией орфографической еще в 1912 году. Мы с вами говорили, потому что об этом. Но тем не менее люди, настроенные против революции, воспринимали, что эти новшества как сопровождающие революционный процесс. И всячески сопротивлялись тому, чтобы начать писать по-новому, без яти, без фиты, без ижицы, без твердого знака на конце слов. И поэтому было принято решение, когда специальные отряды матросов посылались в типографии, и они просто отбирали, уничтожали, ломали те буквы, которые были выброшены реформой из письма. То есть, например, находили в типографских литерах букву ять и уничтожали ее. И тогда на следующий день газета невольно выходила в новой орфографии, поскольку буква ять уже была уничтожена. Но поскольку было велено не писать твердый знак на конце слов, то матросы заодно уничтожали букву твердый знак. Не сообразим, что она-то пишется не только на конце слов, где она действительно уже была не нужна, но она пишется и во многих случаях, когда она реально нужна, когда твердый знак выступает как разделительный, ну вот как в слове объявления. И когда они уничтожили вместе с яйцем, с ижица, с фитой и твердый знак, то газеты, журналы столкнулись, книги многие припечатаны, столкнулись с тем, что надо было чем-то заменить твердый знак. Если вы в слове объявления не напишите ничего, то будет читаться объявление. А чтобы спровоцировать чтение объявлений, вот и был придуман этот странный ход вместо твердого знака ставить апостров. Интересно, что прошло уже практически сто лет, а многие люди продолжают по традиции писать вместо твердого знака апостров. Но только вы, пожалуйста, так не делайте. С современной точки зрения такое письмо является орфографической ошибкой. И там, где должен был быть твердый знак, и надо писать твердый знак. Дальше. Какие еще изменения были внесены реформой 1917-1918 года? Это уже изменения чисто орфографические. Были изменены старые, еще церковнославянские, старославянские окончания прилагательных аго-яго на ого-его, что соответствовало произношению. Дело в том, что писали по старой традиции «доброго», «синяго», но произносили это уже давным-давно не так. Произносили «доброго синего», точно так же, как произносим мы с вами сейчас. А по традиции, старой, старославянской традиции, продолжали писать вот в таком виде, который требовал просто автоматического запоминания. «Доброго синяго». Вы помните, как называется словарь «даля»? Он называется словарь «живаго» великорусского языка. Вот как раз это «живаго» и есть то, о чем я говорю. И реформа 1917-1918 года «живаго» было заменено на «живого», так как мы с вами сейчас бы сказали. Словарь «живого» великорусского языка. Дальше в орфографии были изменены некоторые окончания прилагательных, множественного числа. Дело в том, что у нас с вами сейчас в нашем языке сложилась ситуация, когда во множественном числе у нас нет дифференциации по роду, ни у существительных, ни у прилагательных. Мы с вами, скажем, старые дубы, дуб – слово мужского рода, точно так же, скажем, старые липы, липа – слово женского рода, и, скажем, старые деревья, дерево – слово среднего рода. Значит, и для существительного дуб, и для липа, и для дерева, хотя это существительные разных родов, во множественном числе мы с вами будем использовать одно и то же окончание. И такая же точная ситуация была уже и к началу XX века, но это было в живом языке. А на письме продолжали все равно писать так, как писали когда-то, много веков назад. То есть, несмотря на то, что произношение изменилось, мы продолжали по-разному записывать окончания множественного числа мужского рода и женского и среднего рода. Вот смотрите, писали старые дубы, точно так же, как мы с вами пишем сейчас, но для слова липы и деревья, то есть для существительных женского и среднего рода, писалось совсем другое окончание – старые липы и большие деревья. То есть, старые дубы, но старые липы и большие деревья. Запишите, пожалуйста, этот пример. Старые дубы, но старые липы и большие деревья. И опять мы с вами сталкиваемся с какой ситуацией? Что живой язык развивается, он не стоит на месте. Старые нормы отмирают, уходят, им на смену приходят новые нормы, а письмо все время отстает от языка. Уже много веков никто не говорил «старые деревья», а писать продолжали все равно так, как когда-то. Кстати, помните русскую народную песню «Среди долины ровные я»? Вот это именно та норма, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Потому что мы бы с вами сейчас сказали «среди долин ровных», а не «ровные я». Итак, что произошло в реформе 1917-18 года? Во-первых, были приведены очень прогрессивные для того времени изменения в графике, в алфавите. Кроме того, были упрощены многие спорные и сложные, устаревшие, традиционные написания в орфографии, как те написания окончания, о которых мы с вами сейчас говорили. Но можно ли сказать, что реформа 1917-18 года это была первая реформа орфографии и первая системная реформа письма? Но можно ли сказать, что были решены все проблемы? Нет. Очень много осталось тех проблем, пережитки которых мы с вами и наблюдаем до сих пор. Посмотрим дальше. А что произошло после реформы 1917-18 года? Дальше шел период, который мы по отношению к истории письма именуем 20-е, 50-е годы. И в это время, в 20-е, 50-е годы происходило просто упорядочение орфографии. Не изменения, не реформирования, не системные какие-то передвижки, а просто упорядочение орфографии. И по отношению к этому периоду я должна рассказать вам некоторые вещи, которые сейчас с современной точки зрения кажутся немножко даже странными. Но ведь анализируя любой факт, мы всегда должны вставать на позицию человека того времени. Нелепо смотреть с сегодняшней точки зрения на то, что делали люди того времени. Давайте попробуем проанализировать, что же происходило в то время. В 1929 году при главнауке, это, как мы бы с вами сейчас сказали, министерство, ведающее различными научными исследованиями, в то время оно называлось главнаука. Итак, в 1929 году при главнауке была создана специальная орфографическая комиссия. И после создания этой комиссии началась очень оживленная дискуссия, которая была инициирована учительской газетой. И вы видите опять, мы с вами сталкиваемся с ситуацией, что многое в изменении нашего письма идет от педагогических кругов. И эта дискуссия о новом правописании, об изменении правописания, она затронула практически все средства массовой информации того времени. И в 1929 году был опубликован проект главнауки, вот этой комиссии орфографической при главнауке, о новом правописании. И вот дальше вы очень удивитесь. Основной идеей, основным тезисом, просто основным кредо этого проекта было то, что письмо, письменное, должно ориентироваться не на образованных людей, как мы с вами думаем сейчас, а на малограмотных или даже вовсе неграмотных людей. И поэтому основной принцип, который был положен в основу предложений главнауки, это был принцип такой, сделать письмо наиболее простым для пишущего, чтобы вообще не надо было задумываться. Как слышишь, так и пиши. Это то, что называется фонетический принцип орфографии. Мы с вами уже обсуждали его на прошлых лекциях. Посмотрите, что предлагал мы главнаука. Предлагала писать, например, жирный через «ы», потому что так произносится. Жирный. Писать «станция» через «ы» после «ц», потому что так произносится. Писать «кого» местоимения, которое мы сейчас пишем «куго». «Кого», потому что так произносится. Глагольное окончание максимально приблизить к произношению. «Делаешь», «делаешь». В инфинитиве не писать мягкий знак в возвратных формах. Он хочет учиться писать вот так, без мягкого знака. Для упрощения проблемы не писать двойные согласные, если только они не находятся в разных морфемах. То есть писать, например, «деревянный» с одним «н», хотя это противоречит произношению, в этом слове произносится «долгий согласный», «деревянный». Писать имя «анна» с одним «н» тоже в противоречии произношению. В слове «анна», конечно, произносится «долгий согласный». И идея была одна. Сделать письмо нетрудно, потому что считалось, что письмо – это, так сказать, удел образованных людей. А в это время, я напомню вам еще раз, в 1929 год повернуть письменность лицом к неграмотным. И сложилась парадоксальная ситуация. Ведь письменность – это всегда принадлежность культуры народа, истории и культуры народа. Вместо того, чтобы малограмотное общество подтягивать до культурного уровня, предлагалось обратное – опустить культуру до уровня малограмотного или вовсе неграмотного общества. И этот проект глав науки подвергся критике, но только не с той точки зрения, с которой вы думаете. Вы думаете, что общественность критиковала этот проект за то, что он полностью разрушает всю систему русского письма, что люди, которые будут писать такой орфографии, не смогут читать книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова и так далее? Нет. Их ругали за то, что еще недостаточно упростили. Можно было бы еще менее сложно сделать русское письмо. И в результате этих удивительных приключений письма сложилась ситуация полного орфографического хаоса. Потому что люди начали писать так, как им хотелось. И выходили газеты, каждый из которых писал одно и то же слово по-разному. И даже ходила такая шутка, что в доме книги, это такой дом, где были сосредоточены различные издательства, сколько этажей, столько и русских орфографий. Потому что никакого общего, обязательного для всех свода орфографических правил не было. Пиши, как Бог на душу положит. Или как ты слышишь. А поскольку еще слышат все по-разному, то и получалось, что и пишут все по-разному. Полный орфографический хаос, полный разнобой, постоянные колебания. Одни и те же слова пишутся совершенно по-разному. Более спишутся не просто этими малограмотными людьми, а пишутся в книгах по-разному, в учебниках по-разному, в журналах, в газетах по-разному. А следовательно, абсолютно непонятно, каким образом можно поднимать культуру русского письма. В середине 30-х годов было создано две комиссии. Одна из них работала в Москве, другая работала в Ленинграде. Две орфографические комиссии, которые все-таки стали пытаться собрать все эти хаотические, разнонаправленные движения, повернуть хотя бы в одно направление. И не то, чтобы упорядочить русское письмо, но хотя бы сформулировать какие-то правила, обязательные для всех, привести письмо к единообразному виду. Затем началась Великая Отечественная война, которая, естественно, притормозила на долгие годы проблемы реформирования письма. И только в 1956 году был, и это исторический момент для нашего правописания, был создан и опубликован и законодательно принят, по сути дела, первый свод правил русского письма. Он так и назывался «Правила русской орфографии и пунктуации». 1956 год. «Правила русской орфографии и пунктуации». Но обратите внимание, эти правила, этот орфографический свод совершенно не станет своей целью упростить письмо или реформировать его. Цель, как мы уже с вами сказали, была другая. Письмо надо было упорядочить, внести некий хотя бы логику, некоторую систему во весь этот хаос 20-50-х годов. Итак, мы с вами можем еще раз сказать, что то, что происходило с нашим письмом, с нашей орфографией в 20-50-е годы, это не реформирование, это упорядочение орфографии, сведение хаоса к некоторому порядку, к некоторому космосу, если пользоваться древнегреческими понятиями. Ну а что было дальше, после 1956 года? В начале 60-х годов была создана новая орфографическая комиссия в Москве. Возглавил эту комиссию академик Виктор Владимирович Виноградов, замечательный, блестительный ученый, лингвист, русист. Ну а душой, умом, сердцем этой орфографической комиссии был другой замечательный фонетист, лингвист Михаил Викторович Панов, который совсем недавно ушел из жизни. И комиссия под руководством Виноградова и Панова поставила перед собой уже другую задачу, актуальную на этот момент, задача не упорядочить письмо, а реформировать письмо, упростить его в пользу пишущего. И вот разрешите мне сейчас сделать небольшую паузу и поговорить с вами о психологических аспектах и педагогических аспектах этой проблемы. Вот вы знаете, несколько лет назад был проведен такой массовый опрос выпускников школ России. Во-первых, их просили все школьные предметы, которые они изучали, расположить в определенном рейтинге в зависимости от их отношения к этим учебным предметам. А самое главное, их просили одной фразой сформулировать, короткой фразой, а что они изучали на этом предмете. И как вы думаете, что писало подавляющее большинство выпускников школ про русский язык? А ведь русский язык по количеству часов, отведенных на него в школе, самый наполненный учебный предмет. Не на один другой предмет мы не тратим столько учебного времени, как на русский язык. И изучается русский язык с первого класса по одиннадцатый класс. Одиннадцать лет жизни почти каждый день есть уроки русского языка. А что пишут выпускники? Что же, по их мнению, они изучали на уроках русского языка? 67% опрошенных написали, что они изучали исключения из правил. Ну, или хотя бы писали сами, изучали правила. Практически не было ответов, которые бы писали о том, что, в общем-то, на уроках русского языка изучали язык, систему языка, изучали русскую речь, и закономерности пользования русской речью. Нет. Что действительно так плохи наши учебники, так плохи наши учителя, что они не могут нас научить языку? Нет. Но просто так объективно трудна наша с вами письменность, наша орфография, что невольно практически все внимание школы концентрируется не на проблемах языка, а на проблемах правописания. Хотя бы научить минимально, на каком-то минимальном уровне людей грамотно писать. Поэтому проблема реформирования, упрощения письма в сторону пишущего, облегчения участия пишущего, проблема не лингвистическая, это проблема социальная. И в какие-то моменты она становится даже политической проблемой. Проблема чрезвычайно насущная и для 60-х годов, о которых мы с вами сейчас говорим, и для нашего с вами времени начала 21 века. Итак, 64-й год. Орфографическая комиссия создала очень небольшой документ, который назвали проект реформы письма. И в сентябре 64-го года этот проект реформы был опубликован сразу в различных центральных газетах и журналах, для того, чтобы организовать всенародное обсуждение этого проекта реформы. До того, как мы с вами будем говорить о результатах этого обсуждения, давайте поговорим о том, что предлагалось в проекте реформы письма. Обратите, пожалуйста, внимание, что я, конечно, не имею возможности сейчас перечислить вам все, что предлагалось. Я только привожу примеры того, что предлагалось. Это лишь иллюстрации. А уже если вы захотите узнать детальнее, то надо просто посмотреть сам этот проект реформы письма. Итак, первым из предложений было предложение, касающееся не орфографии, а графике. Предлагалось отменить, убрать из алфавита букву «твердый знак». Почему это было так? Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас есть два разделительных знака. Вягкий и твердый. Мы с вами уже говорили, обсуждая принципы графики. Что такое разделительный знак? Разделительный знак пишется для того, чтобы показать, что следующая за ним буква обозначает фонему йод. В слове «льем» мы пишем разделительный мягкий знак, и это сигнал того, что дальше будет фонема йод. В слове «подъем» мы пишем разделительный твердый знак для той же самой функции, чтобы показать, что следующее после твердого знака буква обозначает фонему йод. Удобно или нет, что две буквы, мягкий знак и твердый знак, имеют в русском письме абсолютно одно и то же самое значение. Они совпадают. Каким образом пишущий должен узнать, когда писать мягкий знак в качестве разделительного, а когда писать твердый знак? Помните это школьное правило? Твердый знак пишется после приставок кончающихся на согласно перед корнем, начинающимся с букв Е, Ё, Ю, Я. Мягкий знак во всех остальных случаях. Сколько шагов в этом алгоритме? Сколько должен увидеть пишущий, особенно маленький ребенок, чтобы понять, что в слове «подъем» пишется твердый знак? Найти приставку и найти корень. Само по себе может быть проблемой. Посмотреть, на что кончается приставка. Посмотреть, с чего начинается корень. И только после этого принимать решение о том, писать мягкий знак или твердый знак. Очень многоступенчатое правило, а следовательно, очень неудобное для пишущего. И поэтому, возвращаясь к проекту реформы, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Предлагалось всегда писать мягкий знак. И для обозначения разделительности, и для обозначения мягкости. Если было бы принято это решение, то тогда надо было бы изменить написание слова «подъем» и писать в нем мягкий знак вместо твердого. Это сразу бы сняло проблему, потому что вам не надо было бы решать, когда писать мягкий знак, разделить, а когда твердый. Просто у нас был бы один разделительный знак в нашем письме. И это очень логично. Следующее правило, которое было предложено для изменения в реформе 1964 года, это написание буквы «и» или «ы» после «с». Вспомните, всего лишь это очень маленький участок нашей системы графики. А какой противоречивый участок. Мы с вами в корне после буквы «с» пишем букву «и» – «цирк». Кроме четырех слов исключения. Цыган, цыц, цыпленок, цыпочки. В суффиксах может писаться «и», может писаться «ы», в зависимости от того, какого происхождения этот суффикс. Если суффикс иноязычного происхождения, пишем «и» – революция. Если суффикс русского происхождения, пишем «ы» – куницын, хвост. Чей хвост? Куницын. В окончаниях после «с» пиши «ы». Давайте еще раз посмотрим на этот материал. Вне зависимости… Вот я возьму три примера. «Цирк», «цыган» и «огурцы». Абсолютно во всех случаях, во всех трех примерах. После «с» фонема «и», вне зависимости от того, какая пишется буква «и» или «ы». Получается, что слово «цирк», в котором мы сейчас пишем букву «и», пишется по фономатическому принципу. А вы помните, это основной принцип русского письма. А слово «цыган» и «огурцы», в которых после «ц» пишется «ы», пишется уже по фонетическому принципу, то есть пишется как слышится. Получается, что абсолютно одни и те же самые факты произносительные, что «цирк», что «огурцы» произносятся абсолютно одинаково. А на письме надо записывать по-разному. Это уже сложно. И в проекте реформы 64-го года этот пункт был сформулирован, на мой взгляд, просто гениально просто. В русском языке после «ц» всегда пишется «и». Посмотрите, после «ц» всегда писать «и». Это значит, что как в первом классе в букварный период обучения мы с детьми выучиваем наизусть «жи», «ши», «пиши» через «и», туда надо было бы еще добавить «цы». «Жи», «ши», «цы», «пиши» через «и». И все. Это правило было бы универсальным. Оно касалось бы абсолютно всех случаев. И было бы неважно, где, в какой морфеме, в корне, в суффиксе, в окончании, какого происхождения суффик, заимствованный ли русский. Просто после «ц» всегда пишется «и». Очень просто, очень прозрачно и очень легко для пишущего. Дальше следующий пункт, который предлагалось реформировать, реформу 1964 года, это написание мягкого знака в некоторых грамматических формах после шипящих. Мы с вами знаем, что в существительных женского рода, типа «мышь», «рожь» на конце пишется мягкий знак, в инфинитивах, типа «стричь» пишется мягкий знак, в глаголах во втором лице единственного числа, типа «читаешь» на конце пишется мягкий знак, в наречиях «сплошь» пишется мягкий знак, кроме трех слов исключения «ужь», «замуж» не втерпешь, и, наконец, в формах повелительного наклонения «спрячься», «отрежь» пишется мягкий знак. Когда-то, когда это орфографическое явление только возникло, то мягкий знак писался во всех этих случаях не случайно. Дело в том, что до XVI века, я уже рассказывала вам об этом в предыдущих лекциях, до XVI века шипящие в русском языке были мягкие. И когда произносили «мышь», то и мягкий знак писался по той же логике, по которой он пишется в слове «конь» для обозначения мягкости предыдущих согласных фанелей. Но уже к XVI веку шипящие отвертили. А мы продолжаем с вами по традиции во всех указанных шести грамматических группах слов писать мягкий знак, хотя написание мягкого знака в этих случаях ничем не поддержан в современном состоянии языка. Это голая традиция. А раз это голая традиция, то какой будет прием обучения? Вызубрить, запомнить, потому что объяснить, зачем во всех этих словах надо писать мягкий знак, невозможно. И в проекте реформы 1964 года предлагалось писать мягкий знак только тогда, когда он что-то обозначает. А после шипящих мягкий знак может что-то обозначать только, когда он разделительный. Если у вас слово «рожь», он не нужен. А если у вас слово «рожью» в творительном падеже, то здесь он исполняет разделительную функцию и, конечно, необходимо. Дальше следующее правило, которое предлагалось реформировать. Вот вы знаете, что существует такая группа правил, школьных правил, которые называются чередующиеся гласные в корне. Вот давайте с вами понаблюдаем. Вот, например, у нас слово «пловец». В слове «пловец» в корне пишется буква «о» безударная. Пищущему надо написать слово «пловец». Что первое придет ему в голову? Как узнать, какую гласную безударную писать в корне? Человек, которого в школе с первого класса приучали, что надо проверять безударную гласную, ударную в том же корне, естественно, проверит слово «пловец» словом «плавать». А в слове «пловец» под ударением буквы «а», посмотрите, что получается. Это совершенно уникальная орфографическая ситуация, когда мы должны пишущему дать такое указание. Мы должны сказать, что слово «пловец» орфограмму можно проверить, но нельзя. Потому что если ее проверить, то, естественно, получается, что писать надо слово «пловец» не букву «о», а букву «а» в соответствии с сильной классицией. И это касается, конечно, не только корня «плов» и не только данного слова, а целая группа корней, которые очень легко можно упростить написание, подогнав написание этих слов под общую логику, проверяя безударную гласную, ударением, проверяя слабую позицию, сильные позиции в той же самой морфеме. Посмотрите, что предлагалось реформой 64-го года, проектом реформы. Предлагалось, например, в корне «рост» писать «о», потому что в сильной позиции под ударением, в слове «расти» под ударением будет «о». Проверяете слово «расти» словом «рост» и пишете «о». В корне «лог» предлагалось всегда писать «о», то есть в слове «предлагать» надо было бы писать «о», которое в этом случае можно было бы проверить ударением, предложат. В корне «мог» всегда писать «о», потому что в сильной позиции под ударением будет только «о» вот на коренных словах. Про «мог», «мог», «мог» нет. Как я уже сказала, в корне «плав» рекомендовалось писать всегда «а», потому что в сильной позиции под ударением «а» плавать. В слове «гореть», которое сейчас пишется через «о», рекомендовалось писать «а», потому что в сильной позиции было бы «а» за «гар», «гарь» и так далее. Если бы было принято это решение, то тогда все эти чередующиеся гласные в корне начали бы подчиняться основному правилу письма, фонематическому. Увидел звук слабой позиции, приведи к звуку сильной позиции в той же морфеме, проверь. То есть узнай, какая фонема и напиши букву. Мне очень нравится этот момент реформы. Я думаю, уверена, что и вам, как любому пишущему человеку, тоже должно понравиться такое простое, без всякой зауми решение. Дальше следующий пункт реформы 1964 года. Вы помните, как сложно устроен тот участок письма, который отвечает за написание наречий, за слитное, раздельное, дефисное написание наречий? У нас с вами одни наречия пишутся слитно, другие пишутся раздельно, третьи пишутся через дефис. При этом ухватить какую-то логику в том, когда наречия пишутся слитно, а когда оно пишется раздельно, невозможно. Они пишутся по голой традиции. Давайте подумаем. Вот если у нас такое словосочетание. Бежать без оглядки. Сколько слов я сейчас произнесла? Не три, как кажется, глядя на буквенную запись, а два. Глагол бежать и наречия без оглядки. Бежать как? Без оглядки. Это все одно наречие. А получается, что это одно слово на письме, почему-то пишется раздельно, без оглядки. И на этом участке письма появляется невероятное количество орфографических ошибок. Это один из наиболее трудных системных моментов нашей современной орфографии. Потому что не всегда легко понять, когда вдаль писать слитно, когда вдаль писать раздельно, и многое-многое другое. В проекте реформы 1964 года эти правила были сформулированы настолько просто, что и остается только диву даваться, как до сих пор это не принято. А сформулированы были следующим образом. Наречия в русском языке всегда пишутся слитно. Вот посмотрите, вы видите сейчас на экране примеры того, как предлагалось писать наречия. То есть видите, что это наречия, и уже не думаете слитно, раздельно, дефисно. Все наречия без единого исключения надо было писать всегда слитно. Мне также нравится этот пункт реформы. Можно было бы много еще говорить о том, что было предложено орфографической комиссией 1964 года. Но я думаю, что даже тех некоторых примеров, которые я вам привела, достаточно для того, чтобы вы поняли, что предложения 1964 года носили не внешне декоративный, а глубокий, системный и абсолютно научно выверенный характер. Все предложения по упрощению, во-первых, это действительно было бы принципиальное упрощение письма, а кроме того, все они были не случайны. Они все были глубоко продуманы, и за ними стояли действительно языковые реалии, современные нам. Не то, что было когда-то в XVI веке, а то, что сейчас в наше с вами время есть в нашем звучащем языке. Ну а что произошло дальше? Вы помните, я сказала вам, что в сентябре 1964 года проект реформы был опубликован одновременно в разных центральных газетах, и было организовано такое массовое обсуждение реформы. Причем обсуждение, которое было проведено не специалистами, не профессионалами, а это обсуждение, в котором должны были принять участие все. Любой трудовой коллектив, трудовой коллектив, там, скажем, врачи поликлиники, слесарей ЖЭХа, каждого цеха на заводе, должен был обсудить предложение по реформированию русского письма, высказать свои соображения и послать эти соображения в адрес ЦК КПС. Надо сказать, что в обществе поднялась такая волна, ну, не могу подобрать другого слова, злобной критики в адрес авторов реформ, и, в общем-то, людей, которые не поняли, не приняли реформы, очень легко нам с вами оправдать и понять. Потому что любое дело должны делать профессионалы. Это сродни тому, что если завтра нам с вами скажут, что вот открыто три разных вакцины от СПИДа, давайте народным голосованием решим, какая вакцина лучше. Любой здравомыслящий человек скажет, ну, я ведь не могу решать, какая вакцина лучше, я же в этом не разбираюсь, я не специалист. А вот почему-то по отношению к проблемам письма каждый человек считал себя специалистом, и сейчас считает себя специалистом, и считает, что он может принимать решение о том, как лучше. Это не так. Любое дело в любой области должны делать профессионалы. Делать профессионалы его должны в пользу непрофессионалам. Я приведу вам один пример. Значит, вот мы с вами обсуждали только что, что предлагалось после С всегда писать И. Людям казалось, что это значит, что если начать писать «огурцы» через «и», то это значит, что их хотят заставить произносить не «огурцы», а «огурти». При этом они совершенно не отдавали себе отчёту, что они пишут в слове «цирк» то же самое, «ц», «и», но только никто при этом не произносит «цирк». То, что в словах типа «мышь» предлагалось не писать мягкий знак, казалось людям, что это значит, что их хотят заставить склонять существительную мышь по мужскому роду. То есть говорить не «мышь белая», а «мышь белый» побежал. То есть люди, непрофессионалы, не разграничивают понятие реформа письма и реформа языка. Им казалось, что изменения, которые на самом деле касались бы только написания, и ни в коей мере не затрагивали наши звучащие речи, им казалось, что эти изменения обязательно заставят их говорить по-другому, то есть затронуть сам язык. Но на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что это не так. Как вы не напишите слово «мышь» с мягким знаком или без мягкого знака, а это существительное все равно будет мужского рода. И огурцы, написанные с буквой «и» в окончании, произноситься будут все равно точно так же, как сейчас. Огурцы. Только пишущему будет легче. А самое главное, что мы с вами должны иметь в виду, что любая реформа, и реформа письма в частности, она всегда делается не для нас с вами, мы с вами уже умеем, слава Богу, писать. Она всегда делается для следующих поколений. Это всегда реформа для наших с вами детей, чтобы облегчить их жизнь, чтобы после 11 лет изучения русского языка они не писали, что они 11 лет изучали исключение исправления. Реформа 64-го года была полностью скомпрометирована. После вот этого бурного, очень такого недоброго, очень несерьезного, непрофессионального обсуждения, которое было инициировано в обществе, сама вообще, в принципе, сама идея реформы, она стала настолько непопулярной, реформа письма, я имею в виду, она стала настолько непопулярной в обществе, что в течение многих десятилетий вообще не обращались к этой мысли. Хотя то, что наше с вами письмо требует упрощения и облегчения, в этом, я думаю, не сомневается никто из пишущих. Десять лет назад была создана, или лучше сказать, воссоздана орфографическая комиссия. Она была создана теперь уже при Институте русского языка Академии наук. Институт русского языка как раз имени Виктора Владимировича Виноградова, который когда-то, вы помните, возглавлял эту же орфографическую комиссию. Сейчас во главе этой комиссии стоит Владимир Владимирович Лопань. И в течение десяти лет те, кто работал в составе этой комиссии, детально обсуждали различные предложения по реформированию письма. Но я должна сказать вам сразу, что все то, что они предлагали, никакого отношения к реформе письма не имеет. Тенденция сейчас совсем другая. Не реформа, а реформа – это всегда коренное изменение, это коренная ломка, а просто упрощение. В пользу пишущего. Это тоже нужно, это тоже хорошо. Но это только отодвигает вопрос о реформе русского письма. Потому что без реформы, будет ли это сейчас, или будет это через 10, 20, 50 лет, все равно понятно, что наше письмо настолько отстало от естественного развития нашего языка, что все равно мы столкнемся с проблемой того, что реформировать надо. Но в какой-то мере отрицательный опыт обсуждения реформы 64-го года создал такую ситуацию, что люди, которые занимаются сейчас проблемами реформы, боятся быть скомпрометированы, во многом боятся. Они боятся, что общество будет недовольно. И общество будет недовольно. Потому что общество будет недовольно, как показывает наш опыт, любой реформой. Мы можем с вами посмотреть на опыт других стран. Реформа письменности прошла во Франции. Реформа письменности только что вот сейчас завершается в Германии. И во всех случаях там проводилось то же самое, что предлагалось, кстати, и в 64-м году, и сейчас, ныне работающей орфографической комиссией. Предлагался определенный коридор времени между старой нормой и новой нормой. Так называемый объявлялся мораторий на ошибки. Вот в Германии, например, было дано 7 лет. Они истекают в этом году, в 2002 году. Это 7 лет, это вот этот коридор времени, в который любой пишущий имел право писать по-старому или писать по-новому. То же самое делалось во Франции, где коридор был дан в 15 лет. И мы тоже думали о сроке 12 или 15 лет. В России все могли писать как угодно на экзамене, на контрольной работе, на вступительном экзамене в ВУЗе, как хотите. Хотите по-старому, хотите по-новому. Кроме двух категорий населения. Во-первых, с первого класса те, кто только начали учиться, должны были писать по-новому. Потому что маленьким детям все равно. Вы их как научите, они так писать и будут. Значит, первоклассники должны были с самого первого года объявления реформы писать по-новому. Но кроме того, по-новому должны писать средства массовой информации сразу и в описательном порядке. Чтобы таким образом за это время, время коридора между старой и новой орфографией, просто приучить население к тому, как выглядит новое написание, новое начертание слов. Потому что, конечно, это естественно, что когда вы видите слово «мышь», написанное без мягкого знака, вы испытываете в первую минуту чисто психологический шок. Сейчас, в последние несколько месяцев, в нашем обществе опять стали достаточно бурно обсуждать проблему реформы орфографии. В Петербурге, в Петербургском университете, был проведен специальный круглый столб по обсуждению проблем орфографии, реформы упрощения орфографии. И я должна сказать, что, несмотря на то, что принимали участие в этом обсуждении люди достаточно компетентные, они опять все время говорили, вместо того, чтобы говорить «реформа письма», упорно пытались называть это «реформой языка». И то и дело мы слышим в средствах массовой информации, по телевидению, в газетах я не раз читала, что предлагается реформа языка и чего подобного. Реформа письма никогда не затрагивает сам язык и его систему. Что можно сказать о тенденциях сегодняшнего дня и о дальнейшем? Ну, во-первых, современные тенденции, как я уже сказала, и давайте это с вами сейчас еще раз сформулируем. Просто под воздействием момента современного речь о реформе не идет вообще. Речь идет только об упрощении письма. То есть о таких изменениях в письме, которые сделают письмо проще для пишущего, легче для пишущего, но не затронут при этом никаких принципиальных основ письма. И еще раз разрешите еще раз повторить. Тот проект реформы 64-го года, о котором я достаточно подробно сегодня вам рассказывала, это было именно реформой то, что предлагалось. Это было коренной ломкой письма. Вы знаете, мне хотелось бы привести вам такую забавную аналогию. Да, всегда изменение, реформирование письма – это всегда болезненный процесс для общества. Ну вот вы знаете, некоторым породам собак надо резать хвосты, когда они еще маленькие щенки. Как вы думаете, имеет смысл такая фраза, когда я скажу вам, что вы знаете, мне очень жалко щенка, он очень маленький, и поэтому я не буду отрезать ему сразу весь хвост, а то ему больно будет, а буду отрезать по кусочку. Сегодня отрежу кусочек хвоста, через месяц кусочек, через два еще кусочек и так далее. А то жалко мне очень маленького щенка. Вот по сути дела, так точно надо ставить вопрос из реформы письма. Да, жалко, то часть общества – это в основном люди старшего возраста, которые болезненно относятся к любым изменениям и изменениям в письме в честном. Но чем постепенно, медленно рубить хвост по кусочку, вносить какие-то чисто декоративные, косметические изменения, лучше отрубить этот хвост старых написаний, не поддержанных современным состоянием языка, а поддержанных только голой традицией, лучше этот хвост отрубить сразу. Пусть это будет больно, пусть переболит, но поверьте, что эта боль очень быстро забывает. Как показывает опыт других стран, где проводилась реформа, как я уже вам говорила, вот сейчас во Франции и в Германии, остро проблема стояла где-то порядка шести месяцев. Через первые полгода практически никто больше не обсуждал болезненное протекание реформы. Люди привыкли и стали это воспринимать как само собой разумеющееся. Уверены, что то же самое могло бы быть и у нас с вами. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Мы с вами сегодня посмотрели, во-первых, на исторический ход улучшения, реформирования нашего письма. Мы посмотрели на изменения от времен Петровских реформ, от реформ 1718 года до первого свода орфографического 56-го года и обсудили те острые болезненные проблемы реформирования письма, которые стоят перед нами сейчас, вот начиная с последней четверти 20 века и до сего момента. Я думаю, что вам всем несомненно ясно, русское письмо можно улучшить. И не только можно, но и нужно. Давайте запишем вопросы для самопроверки. Каковы основные этапы реформирования русского письма? Каковы основные этапы реформирования русского письма? Второй вопрос. В чем суть Петровской реформы письма? В чем суть Петровской реформы письма? Третий вопрос. Раскройте содержание реформы письма 1917-1918 года. Раскройте содержание реформы письма 1917-1918 года. И, наконец, последний вопрос. Каковы современные проблемы улучшения письма? Каковы современные проблемы улучшения письма? Это были вопросы для самопроверки. Ну и для того, чтобы вам было легче подготовиться по этой теме, и особенно для тех из вас, кто заинтересуется этой проблемой и захочет поподробнее и детальнее узнать существо тех вопросов, о которых я сегодня вам рассказывала, следующая литература. Посмотрите, пожалуйста. Письма об орфографии. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии из XVIII по XX века.